Да, здесь мы уже говорим о неких дорожных картах. Опять-таки при анализе анкет ответов строится некая сводная диаграмма отчет по тем направлениям, которые выявлены как неэффективные. И, соответственно, строится программа проектов. Мы называем каждое направление. Например, диагностика – это проект диагностики. Автоматизация Асутаир – это проект Асутаир. Поэтому таких проектов может быть несколько. И, соответственно, чтобы их ранжировать, нужно оценить каждый проект с точки зрения влияния на общую эффективность этой системы и дальше уже идти за деньгами к финансовым директорам. То, зачем мы все это затеиваем, это по результатам аудита и оценки строится некая программа развития. И тут, опять-таки, наша рекомендация – не зависать в аудитах, а все-таки пытаться реализовывать какие-то простые проекты, понятные, с тем, чтобы сразу получать эффект и получать сразу в руководстве некую репутацию, что вы действительно развиваете систему Асутаира, она там видна, это развитие. Потому что многие проводят аудиты десятилетиями и проекты не реализуют. Ну и в качестве примера тоже давняя история именно такого подхода. Это самый большой проект, в котором мы участвовали за Сибур Холдинг. Соответственно, там действительно реализовывалось несколько направлений параллельно, за счет которых был получен соответствующий эффект именно как от дорожной карты, именно как от программы проектов, не как одного какого-то локального действия. А именно на 35 заводах, на всех заводах Сибур Холдинга нефтехимического получены эти проекты. Ну и в качестве примера видны некий проект давнишний, да, в 2007 году мы начали, в 2013 закончили. То есть это там пятилетняя программа была. Но видно, какие, по крайней мере, основные проекты они реализовывали параллельно. То есть это и организация, и формирование нормативно-справочной информации, и автоматизация, собственно, системы Асутаир. И самое эффективное у них оказалось направление диагностики. Ну, очевидно, да. То есть внедрение диагностики дает максимальный эффект с точки зрения оценки состояния оборудования текущего, и, соответственно, передачи в систему планирования этих показателей для утвердения бюджетов. То есть именно за счет комплексности была получена такая вот эффект. Ну, еще один пример. Тут достаточно давно мы эту программу делали. Но, опять-таки, идея в том, что есть перечень проектов и некие плановые даты. И здесь еще есть оценка эффективности. То есть сколько приблизительно бюджет проекта может быть с учетом нашего понимания рынка. И какой эффект за счет какого драйвера, как мы говорим, драйвер эффективности, может быть достигнут. То есть, например, снижение уровня запасов ТМЦ на сколько-то процентов, повышение коэффициента готовности на сколько-то процентов. Это все в сумме дает как бы общий эффект программы. Все эти проценты, конечно, вызывают всегда споры, но есть там как минимум три варианта. Это мнение предприятия, то есть ваших специалистов. Есть мировой опыт и мнение экспертов, которые у вас там проводят оценку. То есть берется обычно самый консервативный вариант и по нему, собственно, пытаются реализовать этот проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова